Приветствую всех из Одессы, друзья! И перед началом сегодняшнего выпуска я бы хотел передать привет Олегу Грановскому, своему подписчику и земляку, который вместе со своими побратимами несет тяготы военной службы где-то на границах нашей Родины. Олег, ребята, спасибо вам огромное! Ну а теперь, собственно говоря, приступаем к выпуску и возвращаемся к футболу, ради которого мы здесь и собрались. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Благодаря нашим успехам в последних турах громим мы соперников одного за другим. Но, правда, командочки нам не самые сильные. Пока подсовывал календарь, но, тем не менее, 22 очка у нас уже в активе. Точно столько же, сколько и у Атлетика Мадрид и у мадридского Реала, которые борются за чемпионство в очередной раз. Но на этот раз мы им навязываем уже такую хорошую борьбу. Не то, что в прошлом сезоне мы плелись на девятом месте практически весь календарный год. В таблице бомбардиров у нас тоже есть определенные успехи. Здесь мы представлены Колей Шапаренко. Как ни удивительно, 6 голов на счету Коли. Хотя в прошлом сезоне блистал Роман Еремчук, лучший бомбардир чемпионата. А лучший бомбардир чемпионата мира. Но пока у Еремчука игра не складывается. Но подменяет его Коля Шапаренко впереди. Ну и теперь нам более-менее серьезный соперник будет противостоять. В отчетном туре мы встречаемся дома с Сельтой. Видим мы, что поднаелся уже Цыганков. Думаю, проведем мы некоторые ротации. Давайте дадим шанс Андрюше Еремоленко. Шапаренко и Зинченко также не в лучших кондициях. Как и Зубхов. Но в принципе оставим мы их на поле. Возможно проведем замены во втором тайме. Посмотрим, как будет складываться игра. Ну что ж, поехали. Ну что ж, начинаем мы матч со своей коронной обрезочки. Без обрезочки мы не куда. Если мы не обрежемся, то в принципе мы это не мы. И что? Фух, прощают нас игроки Сельты. Ну и мы выходим в свою контратаку. Коля Шапаренко опускается вниз. Такая опасная передача на Зубкова. Но Зубков хорошо отыгрывает. Просит мяч Зубков в ответ от Коля Шапаренко. Рвется флангом Зубков. Но в штрафной никого не было. Но тем не менее передача следует и... Ха-ха-ха! Ну вот такую вот борьбу навязывает Безус. Зинченко. Отлично играет Саша. Центр отдает Ермова. На Безуса сразу набрасываются игроки Сельты. И он играет через Зинченко. Шапаренко тоже закрывает ударную ногу. Передача снова на Безуса. Безус видит отличное подключение Ермоленко. Ермоленко прострел! Ну и Зина замыкает. 1-0 мы повели. Ну и атака Сельты. Удар издалека. Но Гущан парирует этот удар. Ну и выдавливает Матвиенко. Валтара за пределы поля. Ну и все тоже Матвиенко начинает нашу новую атаку. Ермчук получает мяч. Отдает на Зукова. В отчаянном подкате стелется игрок Сельты. И зря передача в штрафную. Стол у Даркова Война. На этот раз не гол. В упор просто пробивал Безус поворотом. Но тут вратарь Сельты спасает. Капаренко подает от угол Фошка. Ну практически удалось пробить поворотом. Но тем не менее Сельта выходит в свою контратаку. Нужно накрывать их здесь. А тут игра рукой, судя по всему. Ну и у мяча Руслан Малиновский. Удалось Руслану забить. Боже мой. Забить в прошлом туре. Возможно удастся и сейчас поразить ворота. Сельты пробивает Руслан. Но прямо в руки вратарю. Хорошо. Зинченко. Ну и передача на Ремчука. Тут снова из глубины. Как-то глубоко играет Ремчук. Пока в этом сезоне. Отличная передача на Безуса. Но кто поддержит Безуса? Конечно же это будет Ермоленко. И в дальний угол он душа пробивает. Снова опасно. Хачараба теряет позицию. Падает на фланг уже Хачараба. В итоге у нас просто провал в центре штрафной. Ну и Бущан. Хорошо. Через Зинченко пытаемся мы выйти в очередную атаку. Зинченко. Видит микрорывок Ермоленко. Ермоленко получает мяч. Но теряет скорость на приеме Андрюша. Но тем не менее уходит в центр. Под левую пытался подрабатывать Ермоленко. Не получилось. Передача на Шапаренко. Ну и тот по звездам. Снова флангом. Сельта атакует. Здесь нужно поспокойнее. Хачараба снова опустился. Не помогает. Ну очевидно, что Ермоленко не успевает. Опускаться в защиту по своему флангу. Ну и опасный удар по нашим воротам. Навес. Проиграна борьба. Что там между ног? Шапаренко. Мяч в штангу попадает. Такое ощущение. Давайте еще раз посмотрим на этот удар. Отбивает Бущан. Здесь стоит на штанге и поле Шапаренко. Ну и мы не показали нам, чем заканчивается этот эпизод. Колено попадает ему. Либо мяч попадает все-таки в штангу. Ну такой звук был, как будто мяч утарился в штангу. Хотя там слева Шапаренко. Еремчук. Выносит на Малиновского. Малиновский отлично уходит из-под прессинга. Ай-яй-яй. Ну и отпускает мяч далеко Руслан. Лаутаро. Который не Мартинес, я надеюсь. Ну и Хачараба здесь. Посмотрите. Опускается уже на левый фланг обороны Хачараба. Ну и пока что свисток на перерыв. Хорошо. Зинченко. Отлично. Зубкова там перекрываю. Через фланг сыграть нельзя. Центром мы атакуем. Неплохая комбинация. Передача на Безуса. Ну и тут может забивать. И 2-0. Отлично. Ну и Безус, кстати, неплох в этом сезоне. Я вам скажу. Получил травму гуляй нога. Подменяет его Безус. И подменяет очень даже неплохо. Роман забивает раз за разом. Ну что ж. Пришла пора обещанных взамен. Как раз и поднаелся Зинченко. Выйдет Степаненко. Шапаренко присядет. Даст он поиграть Куяльскому. Ну и Миша Мудрик по традиции закроет левый фланг. Отлично играет Забарный. Шикарно Степаненко с мячом. Ну видите, Малиновский стоит просто. Но зато совершает рывок Ермоленко. Ну в итоге Малиновский добирается до мяча. Подает в травмую. Мудрик сброска в центр. А там Еремчук не в позиции находится. Но тем не менее борется за мяч. Роман Безус. Но проигрывает он эту борьбу. Передача оказалась бы за спиной нашей обороны. Но в итоге наш защитник просто приводит мяч в ноги игроку. Ой-ой-ой. Подача с углового, который мы сами себе уже и привезли. Но возможно это была такая петроумная ловушка. И теперь мы можем выйти в контратаку. Не успевают игроки. Сельфы вернутся назад. Это Малиновский слева и заряжает. И штанга. Матвиенко не успевает по своему флангу. А Ермоленко видели там сзади семенит. Он даже в принципе не пытается помогать в защите. Вот только сейчас он так вот с ленцой добегает назад. Но Сельфа в принципе не спешит разворачивать свою атаку. И вот теперь удар по нашим воротам. Но для Бучина это легкая добыча. Матвиенко. Хорошо. О, Мудрик отлично видит Малиновского. Малиновский. Еремчук снова из глубины. Еремчука снова накрывают просто толпой. Шикарная передача на Мудрик. Тот опять видит хорошо своего партнера. Буяльский. Что будет придумывать Буяльский? Но чуть не теряет мяч. Передача в центр. Мудрик. Ай-яй-яй. Видел. Видел Мудрик Безуса. Но не удалось отдать кому пас. Отчаянный подкат от Забарного. Это на желтую, пожалуй. Опасная атака. Сельды. Ну и не получается удару форварда команды гостей. Буяльский. Снова быстрый выход у нас из обороны в атаку. Там на грани офсайда Еремчук был. Какая передача на Малиновского. Малиновский удерживает мяч. На Мудрик. А Мудрик правой пробивает. Серия рикошетов. Ну тут нужно добивать. Но Еремчук просто ложится на спину. Хачараба. Внимательно. Матвиенко. Разыгрывает наша троица защитников мяч. Неплохо, я вам скажу. Без обрезочки. И мы быстренько, быстренько выходим в очередную атаку. Снова Безус с мячом. Безус пробивает поворотом. И посмотрите какой удар. Снова забивает Роман Безус 3-0. Ну что ж. Последние уже секунды матча. Да, судья дает свисток. Ну и в итоге мы еще и в сухую обыгрываем сельду серьезного соперника. Ну наша оборона, на которую я там что-то наговаривал. В итоге сыграла сегодня очень и очень даже надежно. Ну кроме некоторых эпизодов. Неплохая игра. Удивительно, что еще раз говорю, в защите мы так неплохо сыграли. Это конечно обнадеживает. Видимо, что Атлетика и Реал тоже свои игры выиграли. Ну а нам предстоит поездка в Бильбао. Что там по составу? Ну немного подустал Роман Безус. Роман Безус кстати очень и очень удивляет. Ой, не знаю, когда выздоровеет Гуляй нога. Придется ему конечно побороться еще за место в основе. Но на этот матч конечно Безуса мы посадим отдохнуть. Чисто отдохнуть. Не потому что он плохо играет. Безус играет очень и очень хорошо. Также Хачараба уже поднаелся. Давайте дадим шанс наверное в принципе нашей тройке защитников из второго состава. Давайте их для начала найдем. Нам нужен Кривцов, Попов. А они там поглубже. И Бондай. Вот такой вот тройкой в обороне мы сыграем на этот раз. Ну а по остальным думаю без замен. Вот таким вот составом мы сыграем. Ну надеюсь Римчук наконец-то найдет себя на поле и начнет забивать уже Роман. Прям как-то жалко его уже на самом-то деле. Ну атакует Атлетик. Ну и Бондай вступает в борьбу. Ну и фалят на нашем защитнике. Что это? Это желтая карточка. На самом деле как-то подсознательно я посадил всю нашу основу в защите на скамейку запасных. Странное решение. Да, учитывая, что мы так хорошо сыграли в защите прошлый матч. И сразу же поменять всех трех центральных защитников. Ну а пока офсайд. Хорошо. Цыганков. Ну вот Цыганков отрабатывает в защите. В отличие от Ермоленко. И вот оно открывание Романа Еремчука. Успеет Еремчук воротом. Ну пробивает все-таки. Он пробивает. Он ладошки у Найи Симона. 1-0. Ну казалось уже плохо немного на приеме сыграл Еремчук. Накрывал его уже защитник Атлетика. Но все-таки пробивает Еремчук. Ну здесь везет. Наверное везде. И повезло в итоге. И вот здесь не удается отбить у Найи Симону этот удар. Ну очень нужный гол забивает Роман Еремчук. Ну а Шапаренко может и в такой дистанции пробить. Хорошо. А подбор-то за кем? Подбор за нами. Он у Малиновского. Пробивает Малиновский поворотом. Мяч снова у Шапаренко. Ай-яй-яй, Коля. Ну что ж, забили мы мяч. И в принципе пока мы ведем игру на Сан-Мамесе. Зубков. Ну это в никуда передача. А вот Зинченко. Хорошо. Снова на Зубкова. Зубков видит Малиновского. Тому неудобно пробивать. Отлично мы комбинируем. Сыгонков. Ай-яй-яй. Ну и снова здесь Зинченко. Ну просто мы съедаем. Игроков Атлетика на их половине поля. Ну и вот она обрезочка все-таки происходит. Подача в нашу штрафную. Здесь Бущан не поделил что-то со своим защитником. Кто-то был, я не рассмотрел. Но все-таки мяч достается по полу. Тот исполняет короночку нашу. Ну и мяч в сетке наших ворот. Ну привезли. Очень-очень хотели пропустить, видимо. Зубков активным и левым флангом играем. Сразу устремляется вперед Зубков. Но никого нету. Убирает Саша от защитника. Фин за финтом. Мяч под правой. Ну и пробивает Зубков. Мы пытаемся центром играть. Еремчук. Отличная передача на Цыганкова. Тот видит. Снова Еремчук. Ай-яй-яй. Не забивает Роман. Но здесь подбор нужно забирать. Ну и Цыганков так вот просто отдает мяч сопернику. Высокая подача в штрафную. У-у-у-у. И опасный удар. Зинченко. Отличная передача на Буяльского. Тот на Еремчука. Но нужно забивать уже, Роман. Хорош. Второй мяч от Еремчука. Ух. Атака Атлетика. Ройлер с мячом. Мяч уже в нашей штрафной. Заньоло. Да. Нико Заньоло еще с прошлого сезона выступает за Атлетик из Бильбао. Еще тогда я удивился этому. Ну что здесь? Надеюсь просто штрафной, а не пенальти. Ну и штрафной уже на 49-й минуте. При том, что добавлена была к первому тайму всего одна. Ну и наконец-то отдает свисток на перерыв в суде. Это опасная атака Атлетика. Каре убирает защитника. Это Кривцов, кажется, с ним играет. Да, но Кривцов вступает в отбор. Ну и фалит. Видит где-то там судья фолк. И пенальти в наши ворота. Ну что, Гуща, нужно исправляться за твой привоз. Но нет. 2-2. Ну что ж. Снова начинаем все заново. Буяльский с мячом. Да, кстати, именно Буяльский с мячом. Буяльский на поле, а не Роман Безус. Ну, похоже, они вот так издалека. Визуально пробивает тем временем Малиновский в руки вратарю. Отлично накрываемые игроков. Атлетика. Мяч отдается Зубкову. И тут пробивает, прошивает вратаря. Но Перекладина спасает. И мяч снова в нашу штрафную. Это очень опасно. Бущан. Какой сейв еще. Просто дотягивается кончиками пальцев до мяча Бущан. Ну и мы выходим в свою атаку. Зубков. Зубков немного останавливается. Поперечная передача на Буяльского. Ну, совсем мы затормозили в этой атаке. Но, тем не менее, все еще удерживаемый мяч. Снова он доходит до Зубкова. Ну и вот теперь, возможно, подача в штрафную. У-у-у, Яремчук чет-трик делает Роман Яремчук. Напоминает он о себе, как положено, наконец-то, наш лучший бомбардир. Хорошо. Ну, вот так вот на тоненьком мы разыгрываем. Шапаренко. Коля Шапаренко с мячом. Он под левой может и упануть поворотом и крестовидом. Вильямс. Стало мяч в нашей штрафной. Снова это опасно. Дают наши защитники дышать игрокам. Атлетика. Фуф прощает Фройлер. Кривцов показывает, что у него все неплохо. С подачей. Малиновский видит он Буяльского. Буяльский выгрызает. Отлично играет Буяльский на фланге. Еще и подать успевает. Но не точно, увы. Нужно как-то активнее вступать в отбор. Ребята, мы слишком многое даем делать. Фуф. Натарас Бущан ничего не выдумывает. И все-таки первый на мяче Жора. Что там? Малиновский на передачу на Елемчука. Ну и тот неудачно дает в центр. Это обрезка. Очень опасная атака. Очень много игроков Атлетика на нашей половине поля. Буквально у наших ворот. Но тут Попов. Попов не успевает встать. В итоге удар по нашим воротам. Да что это за цирк в очередной раз? Подача от Мунианина. Удар через себя. Что там? Нет руки. Слава Богу. Снова Мунианин с мячом. Но Натарас Зинченко накрывает. Попов. Еремчук выносил бы мяч. Но судья и так дает свисток. 3-2. Мы вырываем победу. Начудила, конечно, наша тройка дублеров в обороне. Ничего сказать. Во главе с Жорой и Пущаном. Исполняли они цирковые номера. Но в итоге все-таки мы отскочили. Ну, обычный день в офисе Кадиса, так сказать. Пропустили много, но забили еще больше. Ну, и теперь нам предстоит игра в Лиге Европы. В которой у нас все хорошо пока складывается. Принимаем мы дома Виторию. И думаю, этот матч мы проведем дублирующим составом. Пора дать поиграть и другим ребятам. Ну, некоторые из них и получают свои шансы в регулярном чемпионате. Тот же Ермоленко, Буяльский. Да и вся тройка обороны недавно играла. За исключением Руденко. Молодого Руденко. Не знаю. Оставлю, наверное, я его на поле. Пусть набирается опыта молодой. А если что-то будет идти не так, мы усилим свою оборону. Да, в принципе, что и усиливать оборону. У нас так проваливается раз за разом. Главное, чтобы атака не подвела. Ну что ж, поехали. И удар по нашим воротам в дебюте матча. Мы можем выйти в свою контратаку, но накрывают Ермоленко. Поэтому мы смещаем акцент уже на другой фланг. Там еще Мудрик. Ну, Мудрик, ну куда? Степаненко. Хорошо играет Степаненко. Дает на Шапаренко. Шапаренко удерживает мяч. Там Мудрик, Мудрик. Ну, какие-то подставы в центре поля. Но, тем не менее, мяч у Безуса тот не заметил рывок Ермоленко. Вот только сейчас Андрей получает мяч. Пробивает в ближний угол. Варева берет его все-таки в свои руки. Ой-ой-ой. Хорошо накрываем мы игроков. Викторий на их по Винниполя. Шапаренко удар за ударом. Поворотом. Снова пробуем через Мудрика выйти. Хорошо. Набирает хоть Мудрик. Пас в штрафную. Еще катят. Назад на Безуса. Вперед. Назад. Ну и тут офсайд перемудрили. Снова Мудрик. Теперь поглубже немного играет Мудрик. Хорошая передача. И вот здесь неплохо было сыграно. Но слабоватый пас. Занимает его место там Степаненко. Безус мы разворачиваем направо. Ермоленко стоял просто в момент передачи. Поэтому немного не успевает в темп Андрюша. А потом еще и завозился он с мячом. Рачиния, который помучил нашу оборону в первом матче на выезде. Ну и удар по воротам. Трубин. И кто его страхует? Конечно же Миша Мудрик. Степаненко как неаккуратно играет. Ай-яй-яй. Это обидно. Такого опытного игрока такая передача. Ну и Трубин. Такая быстрая игра без центра поля идет. Очередная атака на наши ворота. Ну и Трубин снова парирует. Отдача с угол Вова. Это опасно. Подбор с играми Виттории. Рикошет. И еще один угол Войт. Руденко. Ну скинул. Как он по-взрослому. Уверенно в руки Трубину. Но Трубин в штоке находится еще от такого действия от молодого Руденко. Выбрасывает на игрока Виттории. Ну и те в очередную атаку выходят к нашим воротам. Ну и это приводит к пропущенному мячу в итоге. Ну что ж, проигрываем мы дома пока. Но это не дело. Нужно отыгрываться. Хорошо. Степаненко вставляет свою ногу. В одно касание мы играем. Безус. Вот тут Берболенко наконец-таки ускоряется. Андрей отдает центр на Довбика. Довбик вколачивает мяч в сетку. 1-1. Ну и сразу же бросается в атаку Виттория. Подача в центр штрафной. Неудачная какая скидка. И Беседин тут как тут забивает в наши ворота наш соотечественник. Ай-яй-яй. Беседин. Обратите внимание, уже дубль делает. Пропустил я тот момент, что Беседин забил еще и первый мяч в наши ворота. Беседин безжалостен сегодня к своим. Ну а Виттория выходит в очередную затяжную уже атаку. Удерживают они мяч на нашей половине поля. Наша защита наблюдает пока. В принципе все как обычно. Ничего нового. Снова Беседин с мячом. Ну и неудачная передача. Беседин он этот раз пощадил. Хорошо. Отличный для нас шанс развить быструю атаку. Ну накрывают Безуса. Но тем не менее подключается так атаки. Кто это был и что там вообще произошло? Это пенальти? Нет, судя по всему, судья рисует отметкой, где должен быть установлен мяч. Это штрафной. Ну что ж, штрафной. Коля Шапаренко будет пробивать его. Удар поворотом. И Варрелла тащит. Ну что ж, все это конечно хорошо, но нам нужно отыгрываться. Поэтому наверное медлительного Ермоленко мы с игры снимем. Цыганков. Мудрик тоже поднаелся. Конечно, но его заменить не кем. Зубков в глубоком ТУ сидит у нас. Ну и возможно нужно выпустить Малиновского. Я подумываю вместо Буяльского, который тоже как-то подраспорился в этом матче. Но пожалуй вот так вот. Хорошо, Степаненко в центре поля. Там просил передачу Безус, но игнорирует его Степаненко. Вот только сейчас делает заброс на Безуста. Безус пытался сделать передачу. В итоге мяч у Миши Мудрика тут правой пробивает. Поворотом. Но мяч еще за нами. Ну еще одна передача уже прям такая вот наивная в центр. Но тем не менее Довбик заводил мячом. Разворачивается Довбик. Удерживает мяч и все еще Артем. И все еще Довбик с мячом. А теперь Мудрик. Нужно забивать. Фу, делает Мудрик 2-2. Ой-ой-ой, какой провал. Ну как так, ребята. Ломейрис идет к нашим воротам. Трубин тут без сил. Просто какой удар еще 3-2. Хорошо. Руденко как молодой играет. Очень хорошо. Ну что там. Сиганков ускоряется. Витя получает мяч. Просит его Довбик. Ну и вопросы решены в штрафной 3-3. Ну и Довбик дубль на свой счет записывает. Два Артема отвечались дублями. За соперников забивал в нас же Артем Беседин. Ну а за нас Довбик. 3-3 в итоге. Закономерная ничья. Да, немного опустили нас небес на землю игроки Виторий. Мы уже подумали, что мы просто какая-то непобедимая команда. Будем налегке обыгрывать всех играющих. Но все равно попривозили себе моментов. Но все-таки мужественно отыгрались ребята. Молодцы. Давайте посмотрим в таблицу чемпионата Испании. Вы уже тут все рассмотрели. У нас на один матч меньше, чем у конкурентов. Реал свой матч проиграл. Атлетика Мадрид пока возглавляет турнирную таблицу. И мы можем к ним присоединиться, если обыграем Дому. Обыграем Дома, Жерону. Будем играть основным составом. Ну и там по разнице мячей. Если наклепаем Жероне полный карманных голов, то можем и на первое место выйти. Но сначала надо взломать эту эшелонированную оборону гостей. Первый удар пока блокирован. Дезус не идет вперед. Роман Зинченко тоже останавливается. Передача на Шапаренко. Но тут правой пробивает. Пробить это опасно. Пробивает пробить. Пробует пробить Шапаренко. Ну и попытка, казалось бы, неплохая. Но, видимо, повтор и далековато от ворот. Ой-ой-ой! Обыгран Забарный, но Бущан страхует его. Хачараба! Это вообще что? Это вообще законно? Ну и Забарный страхует. Фуф! Малиновский на скорости уходит в центре поля. Но дальше продолжения нет. Назад отыгрывает Малиновский. Снова Хачараба. На этот раз удается у него все-таки попасть по мячу. Шапаренко. Ну и здесь Криховик. Шапаренко видит Зубкова, но тот нет. И положение вне игры поднимали руки игроки Жироны. Но, тем не менее, был в игре! Зубков опробивает по воротам Яремчук. В упор не забивает Роман. Ну как так? Такой моментище. Ай-яй-яй. Зубков. Снова передача. Малиновский сбрасывает на того же Яремчука. Яремчук попытается подобрать под ударную ногу. Ну, в итоге завозился Яремчук. Ай-яй-яй. Не проходит передача от Малиновского. Ну и сразу же быстро. Как быстро Жирона пытается доставлять мяч к воротам Мущана. Но пока. Тут спокойно у нас сзади. Но, правда, и впереди не все получается. Передача на Яремчука. Тот принимает мяч. И положение вне игры. Хорошо. Хорошо. Хачараба. Отдает на Зубкова. Зубков уходит от подката. Зубков рвется по своему флангу. Дальше на Шапаренко. Шапаренко видит подключение Малиновского. Тот дальше на Безуса. Безус на Цыганкова. Цыганков в штрафную. Никто не добьется на мяча. Зубков может пробивать. На удар накрывают защитники Жироны. Такой вот легенький пас. Еще один. Еще комбинируют гости. Мяч уже в нашей штрафной. Там уже Хачараба пытается отбирать. Зинченко пока только смотрит. Ну что, там уже 46 минута. Пора бы заканчивать вот этот непотреб у наших ворот. Но все еще комбинируют игроки Жироны. Да сколько же можно? Ну наконец-то. Цвисток на перерыв. Ну какой-то сумбурный первый тайм. И в нашем исполнении. И в исполнении Жироны. Такой же сумбурный, как и мое комментирование. Пока такая непонятная игра происходит. А нам нужно побеждать. Ну и снова у нас начинаем мы второй тайм с провала в обороне. Но выдавливаем игроков Жироны со штрафной. Но они, конечно, туда вернутся с мячом. Хотя нет, зачем туда возвращаться с мячом, если можно просто этот мяч отправить в сетку наших ворот. Краховик открывает счет. Ну что, мы начнем играть наконец-таки уже при пропущенном мяче. Дают пробить Малиновскому. Тот бьет по воротам. Чараба. Отлично. Малиновский тоже неплохо. Убирает защитника. Руслан. Ну и замешкался в итоге. Но все равно второй темп. Подбор за нами. Разворачиваем мы на фланг. Там Цыганков. Видите, они дают подать. Хорошо под удар. Ну и совсем не получается у Шапаренко этот удар. Ой-ой-ой. Спокойно. Так Зинченко не обыграть. Ну что за игра? Ну какие-то недодачи. Передачи никуда. И не так в нашем исполнении сегодня. Шапаренко под левую пытается убрать. Поля обходит одного защитника. Но второй страхует. Ой-ой-ой. Ну снова нагнетает Джерона. Ну как-то трудно нам дается. Ну и Матвиенко не может совладать со собственными ногами. Снова Криховик. На этот раз передача. Нина. Ну просто... Просто в свое удовольствие играют игроки-жероны. Передача в нашу штрафную. Опасно. Ну кто там на мяче? Снова какая-то возня. Слава богу без пенальти. Безус. Выходит из обороны. Безус. И тут бы не потерять мяч. Хорошо. Спокойно играем. Малиновский на фланге. Руслан. Ну не стал бежать. Туда. Вперед. Тянет в центр. Шапаренко видит подключение Зубкова. Нужно сравнивать. Хорошо. 1-1. Но Жерона не сдается. Идут. Гости в атаку. Забарный. Ну что. Есть шанс подловить их на контре. Пошли в свою короночку Цыганков. Ну накрывается вот Цыганкова. Но тем не менее. Можем мы развернуть атаку на другой фланг. А можем и центром. Но Еремчук тут практически стоя. Принимает этот мяч. Отдает вперед. Борьба. Ну и что? Фол. В чью пользу? В нашу пользу. Не пробивает Малиновский на этот раз. Отдает на Забарного. Забарный. Туда. На Цыганкова. Цыганков мяч был под левой. Но не решается. Не пробивает. Не сделать передачу Цыганков. Отдает назад. Ну и в итоге на последних минутах матча. Вместо того чтобы попробовать забить. Мы вынуждены опускаться назад в оборону. Атакует Жерона. Флангом. 1 минута добавлена. Ну и все. Собственно говоря. Время истекает. Да. Финальный свисток. Ничья. Довольствуемся мы. Сколько ничей в итоге. Да. Вот такая вот игра по итогу друзья. Вместо того чтобы разгромить Жерону. Мы еле-еле унесли ноги. Добываем мы всего одно очко. Что в принципе неплохо. Если посмотреть на то как складывался этот матч. Ну вот такой вот выпуск получился. От увереннейшей победы. В первом матче сыграли мы в сухую. Разгромили Сельту. Потом еле-еле уже обыграли своих оппонентов. Потом сыграли в боевую такую забивную ничью. Ну и в последнем матче чуть не проиграли. Но начала хромать наша игра. Надеюсь в следующем выпуске мы это дело поправим обязательно. Ну а на сегодня будем прощаться. Друзья. Спасибо вам всем огромное за потраченное время. За просмотры. Кому понравилось не забывайте оставлять свои лайки. А мы будем с вами прощаться. Скоро увидимся. Берегите себя. Все будут украинен. Субтитры создавал DimaTorzok